друзья приветствую вас на своем канале о вязании меня зовут наталья сегодня будет у нас подробный мастер-класс по вязанию женских носочков вот такие носочки мы с вами свяжем сейчас на камере смотрю носочек смотрится такой довольно большой на самом деле он связан на размер 37 с половиной 37 с половиной 38 примерно вот так ориентируйтесь сразу давайте скажу по пряжи вязала из пряжи опал sunrise здесь у нас в 100 граммах 425 метров вязала в одну ниточку 75 процентов шерсть 25 процентов полиамид номер цвета 94 42 пряжу эту мне предоставил интернет-магазин кудель ссылочку на магазин вам оставлю можете там посмотреть набрать пряжа опал огромный выбор этой пряжи и выбрать не именно sunrise а там абсолютно разное есть до выбрать что-то для себя по плотности по толщине пряжи есть разная тоненькая потолще потоньше тоже все это можете там в магазине посмотреть ну и цены соответственно все можно там это увидеть приобрести заказать спицы рекомендованные два с половиной да я вязала на двоечки спицы круговые номер два носочки связаны по кругу способом magic лоб если вы не умеете вязать этим способом да то вы можете их связать на чулочных спицах пятка бумеранг по передней части я пустила узорчик то есть по верху носочка да у нас будут идти косы но на фотографиях в начале видео вы посмотрели как он смотрится этот узор уже вот на ножки даем показывала и вязала для старшей своей дочери вот такой аккуратный мысочек получился у нас закрывала быстрым закрытием то есть в каждом ряду будем делать с вами у бабочки практически весь носок будет вывязан и быстрое закрытие маска мне такой способ очень нравится средней высоты резиночка здесь тоже можете регулировать пониже повыше делать как вам больше нравится по этому мастер-классу можно связать носки на любой размер детям допустим на мужчин на подростков женские носочки любые мастер-класс подробные я в принципе основные там все моменты проговариваю рассказываю поэтому можно связать любой размер любые носочки по расходу у меня ушло на пару носочков ровно 50 грамм то есть очень экономичный расход получился с одного такого моточка можно допустим на 37 37 с половиной размерчик женские вот носочки до связать две пары запросто либо допустим чуть побольше если размер вы будете вязать пару взрослых носочков и пару детских довольно экономичный расход несмотря на то что это пряжа не дешевая так скажем да но связав две пары носков я думаю что вполне это все оправдывается это носочная пряжа она очень долго носится и стирки вот я до стирки пряжа чувствуется прям шерсть по ощущениям а после стирки она раскрывается во первых она немножко распушилась во вторых она стала ну раза в два или даже в три мягче очень приятная абсолютно не колючая просто идеальная для носочков носочки тоненькие получились в одну нитку на двоечки в любую зимнюю обувь допустим сапожки они идеально подойдут если нет возможности приобрести эту пряжу вы можете использовать любую другую такого же метража и связать со мной такие носочки так еще давайте остановлюсь немножечко на резинке сколько набрать количество петель знаю что будут многие спрашивать смотрите как я ориентировалась я вязала обязательно образец я связала небольшую резиночку и примеряла на ножку дочери смотрела как будет ей комфортно чтобы проходила хорошо нога и чтобы не сильно на широкая получилось поскольку мы все разные да будете вязать либо на ребенка может быть на мужчину поэтому обязательно нужно связать образец плотность вязания у нас всех разное вяжите образец не так много времени занимает допустим связать вот небольшое количество резиночки и примерьте чтобы вам уже понять какое количество петель вам набрать и давайте приступать к вязанию берем спицы круговые номер два у меня это спицы на леске 80 сантиметров можно на с леской 60 сантиметров взять дальше нам понадобится крючок и пряжа и для начала нам нужно набрать 60 одну петлю 60 основных петель будет и одна петля для замыкания вязания в круг набирать будем обычным способом вы можете каким-то другим набрать я обычно буду набирать то есть вот так я сейчас наберу 61 петлю после того как набрали 61 петлю спицу 1 я вытягиваю и дальше нам чтобы вязать по кругу нужно разделить петлю на две спицы то есть сейчас я отсчитываю 30 петель 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 30 петель отсчитала леску перегибаем и вытягиваем вытягиваем у нас получается на правой спице 30 петель на левой 31 вот где ниточки косички вот эти все поправляем чтобы они смотрели в центр сдвигаем петли на край спицы на край спиц и замыкаем вязание в круг здесь все делают это по-разному я сейчас покажу как я это всегда делаю первую петлю с правой спицы я просто пальчиками беру и переодеваю на левую аккуратненько нитки тонкие все переодела вот она беру крючок в нее ввожу крючок и захватывают теперь уже первую петлю с левой спицы захватываю и одеваю ее так можно и вытянуть на правую спицу и вот эту петлю снимаю все мы замкнули наше вязание в круг для тех кто не умеет вязать способы magic club по кругу да можете либо пройти по ссылочке вот здесь сейчас будет у меня есть подробный мастер-класс либо вязать на чулочных спицах как вам удобно вытягиваю лес куда как при способе magic club и начинаю вязать резинкой один на один можно вязать резиночкой 2 на 2 но для этого вам должен у вас должно быть количество петель на спицах кратно четырем я буду вязать резинкой один на один то есть одна лицевая петля 1 изнаночная вот таким образом я буду вязать резинку высотой 8 сантиметров это средний такой размер получается если вы не любите высокие резинки вы можете связать поменьше примерно сантиметров 6 половины 7 нормально тоже будет высоту резиночку сейчас самостоятельно вывязываем я 8 сантиметров вывяжу после того как мы вывяжем резинку свяжем до 8 сантиметров дальше еще просто по кругу мы провязываем лицевыми петлями то есть лицевую гладью каждый ряд лицевыми петлями вяжем два с половиной сантиметра это мы все делаем самостоятельно здесь ничего сложного и дальше уже будем переходить к пятки там буду все подробно показывать значит сейчас вывязываем резиночку 8 сантиметров и два с половиной сантиметра лицевыми петлями лицевой гладью и так я провязала 8 сантиметров резиночкой и два с половиной сантиметра лицевой глади как говорила вот мы вывязали это место все до пятки дальше начинаем формировать пяточку пяточку будем вязать на передней спице вот на этой то есть вот у нас идет ниточка мы сейчас сразу начну вязать пятку как вяжется пятка на спицы у меня 30 петель то есть независимо сколько у вас будет петель вы это число делите на 3 допустим у вас получилось 10 10 11 вот это неровное число вы оставляете на центральную часть у меня поровну поделилась 10 10 10 я так и и оставляю убавки будем делать в конце каждого ряда будем вязать поворотные ряды то есть ряд сейчас провяжу в конце делаем убавку разворачиваем вязание по изнанке провязываю ряд делаю в конце убавку и до тех пор пока у нас не останется вот это вот центральное количество петель то есть сколько у вас тут получилось вы можете конечно выделить маркерами но это не обязательно главное запомните сколько у вас по центру получилось петель у меня 10 то есть я буду делать убавки пока у меня на спице не останется 10 петель сейчас я провязываю эту спицу до конца до последних двух петель и встречаемся у меня на спице осталось две петли и как мы будем делать убавку всегда в конце спицы мы убавку будем делать слева направо вводим спицу сразу в две петли вводим и провязываем лицевой вот так сделали первую убавочку разворачиваем вязание так развернули вязание на изнанку здесь первую кромочную мы теперь будем всегда снимать дальше я провязываю всю спицу до все петли до последних двух петель и последние две петли мы также будем убавлять давайте я сейчас вместе с вами провяжу чтобы мне не отключаться и покажу как будем делать убавку тот же принцип что вы я сейчас вам показывала довязываю до последних двух петелек так еще одна вот две петли у меня последние остались вот они немножко можете вот так себе помогать если тяжело провязать как бы их немножко оттянуть да и также слева направо мы вводим спицу и провязываем их две вместе лицевой здесь не изнаночный лицевой всегда будем провязывать в конце и все все будем повторять теперь девочки развернули вязание кромочную петлю первую сняли провязали все петли до последних двух петель две петли слева направо спицу вели провязали лицевой развернули вязание все то же самое делаем теперь так убавки пока у вас не останется ваше вот это количество центральных петель то есть у меня 10 петель должно остаться на спицы и еще такой момент на который обратите внимание обязательно смотрите вот эти две петли по лицевой стороне мы когда идем они у вас должны быть нужной стенкой развернуты к вам то есть вот видите как сейчас у меня петля находится это неправильно мне нужно их развернуть сейчас покажу вот я их развернула вот так они должны вот это вот душка должна ближе к вам быть вот здесь спереди и тогда вам слева направо будет легче провязать две вместе и косичка будет более аккуратно и ровно идти то есть вот такой момент на него обратите внимание и смотрите что должно получиться вот у меня осталось 10 петель так как вам показать что виднее было вот так вот они идут эти скосы мы убавки делали да ну так наверное вот так должно у вас получиться то есть остались центральные петли так сейчас я нахожусь вот вот она изнанка вот она ниточка и теперь мы будем поднимать здесь петли провязывать возвращать снова чтобы у нас на спицы было 30 петель постепенно захватывая петли с двух боков до краев и нам здесь нужно сделать одну манипуляцию смотрите нам нужно ниточку сделать чтобы она у нас была между вот этими двумя петлями то есть мы эту петлю снимаем последнюю до который провязывали ниточку делаем между спицами вот сюда наперед выводим и петлю обратно возвращаем вот так она у нас должна теперь располагаться и теперь смотрим у нас здесь идут косички по краю нам нужно ввести нашу спицу рабочую сразу в две дужки первой косички в две дужки и провязать с изнанки изнаночной петлей так сейчас я тут аккуратненько вот мы одну петлю получается с вами подняли разворачиваем вязание на лицо эту первую петлю которую мы сейчас провязали снимаем как кромочную и дальше провязываем вот эти 10 петель и с той стороны мы тоже сейчас будем поднимать петлю по такому же принципу будем задействовать косички которые у нас идут сбоку последнюю петлю тоже лицевой я провязала дальше берем вот первая косичка две дужки от первой косички вводим спицу и провязываем уже с лицевой стороны и и лицевой разворачиваем вязание давайте еще раз вместе сделаем развернули вязание кромочную теперь мы снимаем изнаночными все петли провязываем по последнюю петлю мы тоже провязываем изнаночной провязали берем следующую косичку следующие две дужки да тут аккуратно смотрим в какое вы уже вводили спицу берем следующую вот я в нее вела спицу и провязываем и изнаночной с изнанки и разворачиваем вязание кромочную снимаем провязываем все петли лицевыми и последнюю петлю с лицевой стороны тоже лицевой и сейчас мы с вами поднимем еще одну петлю так тоже лицевой и вот теперь смотрим следующую косичку вот она она у меня мы ее будем провязывать лицевой поскольку мы на лицевой стороне вот так надеюсь смогла подробно вам объяснить и вот видите у нас уже начала формироваться пяточка вот она продолжаем дальше так все петли поднимать пока у вас на спицы не окажется снова 30 петель и у вас как раз будет задействована вся вот эта косичка до все дужки все поднимем и вот что у нас должно получиться 30 петель мы вернули подняли вот она наша пяточка аккуратненько и вот так вот все должно получиться так теперь теперь нам один ряд нужно провязать просто лицевыми петлями просто по кругу сейчас провязываем лицевыми петлями и вот здесь первую петлю нужно хорошенько подтянуть прям туго туго вот эту петлю первую свяжите чтобы не было там дырочки у нас и дальше я вот пошла просто один ряд вяжем лицевыми петлями и со следующего ряда мы уже будем вводить узор для узора приготовьте для перекрещиваний вот эти стрелочки это идут перекрещивание у нас в косе дополнительную спицу либо булавку как вам удобно я вам сейчас ставлю схемку вы ее можете распечатать либо перечертить я себе распечатала и давайте вам по ней расскажу раппорт узора равен один так 11 петель до девочки то есть получается 2 изнаночные петли и 9 лицевых петель коса вот на этом мы не смотрим не обращаем внимание вот до сюда вот так это при поворотном вязание нужно у нас круговое 11 петель значит что сделала я как распределила петли как вам распределить 30 петель у меня на спице да вот она спица вот пяточка идет на 2 спицы вот она первая спица как бы вверх носочка мы сейчас здесь начнем на этой спице вязать дальше узорчик там где пяточка мы будем просто лицевыми петлями вязать то есть вот эти 30 петель нам нужно распределить если у вас другое количество петель смотрите как я сделала так я взяла 2 раппорта то есть вот 11 петель 2 изнаночные 9 лицевых и вот 11 петель 2 изнаночные 9 лицевых косы до 2 раппорта взяла и здесь для симметрии еще взяла 2 изнаночные чтобы у меня начинался узор с изнаночных и заканчивался изнаночными ну так будет симпатичнее просто всего у меня на это будет задействовано 24 петли и у меня осталось 6 петель они пойдут просто по краям по 3 лицевые петли буду провязывать 3 петли провязала дальше вяжу узор и 3 оставшиеся петли все все легко теперь вот здесь на схемке можем посмотреть что у нас перекрещивание будут идти через пять рядов то есть вот сделано перекрещивание дальше 1 2 3 4 5 снова перекрещивание я в носочки буду делать перекрещивание через большее количество рядов то есть я буду провязывать не 5 а 7 рядов 7 рядов провяжу делаю следующие перекрещивание снова 7 рядов провяжу следующие то есть у меня косы будут чуть-чуть вытянутые смотреться да ну вы можете в принципе и по этой схеме вязать без проблем тоже это верно сейчас мы начинаем сразу вязать с 5 ряда вот отсюда делаем первое перекрещивание и дальше пойдем вязать вверх давайте буду все показывать и так смотрим вот я вам рассказала да как я схемку разработала себе на черту написала три лицевые петли которые у нас не задействованы в узоре я их провязываю раз два три и дальше начинается узор 2 изнаночные петли 9 лицевых петель следующих это коса первое перекрещивание у нас вот она по схемке идет на первых шести лицевых петлях косы то есть это будет вот так вот шах в шахматном порядке то вот это перекрещивание делаем то вот это меняться значит сейчас мы на первых шести петлях должны сделать перекрещивание ниточку делаем перед работой берем спицу дополнительную снимаем 3 петли на нее и оставляем их за работой так захватила за работой оставили их за работой провязываем следующие 3 лицевые петли 1 2 3 и вот эти три петли которые мы на вспомогательную спицу переодели мы их тоже 3 петли лицевыми провязываем получается перекрестили 3 и 3 петли план этот момент понять дальше все будет очень легко и довязываем еще 3 лицевые петли от косы оставшиеся 1 2 3 и повторяем раппорт 2 изнаночные 3 петли мы снимаем на дополнительную спицу оставляем за работой провязываем 3 лицевые петли 1 2 3 и 3 петли со вспомогательной спицы 1 2 3 довязываем 3 лицевые петли 2 изнаночные и 3 лицевые которые не задействованы в нашем узоре все переворачиваем вязание на вторую спицу и провязываем петли пяточки просто лицевыми петли так сделали первое перекрещивание я для себя решила так что это у меня будет второй ряд то есть я буду записывать все ряды и вы тоже записываете поскольку чтобы потом не запутаться второй носок вам идентичный связать до записывайте все ряды первый ряд я для себя записала это был ряд когда после пяточки мы просто лицевыми ряд прошли и второй ряд это вот с перекрещиваниями второй ряд теперь 7 рядов вверх я провяжу просто по рисунку там где изнаночные буду вязать изнаночными там где лицевые буду вязать лицевыми тут все просто 7 рядов вверх получается так в десятом ряду мы будем делать следующее перекрещивание вот это сейчас 7 рядов я провяжу и с вами встретимся и так девочки провязала я 7 рядов вот смотрите вот оно наше первое перекрещивание во втором ряду и 7 рядов еще провязала то есть получается сейчас у меня будет 10 ряд десятом ряду мы будем перекрещивание делать вот это то есть на 6 петлях последних до из нашей косы и давайте надели сейчас вам уже на примере все покажу провязываем 3 лицевые петли 1 2 3 дальше 2 изнаночные петли провязываем первые 3 лицевые петли в косе 1 2 3 и вот на этих 6 на следующих будем делать перекрещивание берем спицу либо булавку переснимаем 3 петли нить за работой нить за работой петли мы пересняли оставляем их перед работой провязываем 3 лицевые петли и 3 петли которые мы пересняли 1 2 3 провязали и второй раппорт 2 изнаночные 3 лицевые петли и снова делаем перекрещивание 3 петли снимаем нить за работой оставляем их перед работой 3 петли провязываем лицевой и 3 петли со вспомогательной спицы вот так и довязываем 2 изнаночные и 3 лицевые сделали второе перекрещивание ну и довязываем пяточку до ряда 10 и теперь смотрите все будет повторяться то есть получается мы ряд это сейчас до вяжем и дальше снова вяжем 7 рядов и перекрещивание делаем как делали вот здесь первое наше перекрещивание снова 7 рядов как второе перекрещивание то есть будем чередовать то так то так и вывязываем вверх нужную вам длину я здесь распечатала рисуночек девочки для вас специально чтобы было схематично видно до какой степени я вижу в длину потому что на любой размер можете вязать на ребенка на мужчину дан женский носочек чтобы по рядам я вам не говорила плотность вязания может быть разная допустим размер 37 с половиной либо 38 вы хотите там примерно вот могут быть два-три ряда разной разницы поэтому вы лучше ориентируйтесь по тому человеку на которую вяжите провязали сколько-то примеряйте я всегда примеряю на ногу также как варежки примеряю примерили видите что нужно еще вязать дальше вяжите и до каких до какой степени вяжем то есть я обычно вижу до того момента когда закрыт мизинец и дальше я делала убавки всегда через ряд потом уже начинала в каждом здесь мы будем делать быстрое закрытие поэтому довязываем до того момента когда будут закрыты два пальчика мизинчик и следующий вот так вот будет закрыта надеюсь понятно да то есть три пальчика вас будут выглядывать если вот так таким языком разговаривать до сюда довязали останавливаемся и дальше я уже буду вам показывать как вы делаем убавки там все довольно несложно поэтому сейчас самостоятельно дальше вяжем нужную вам длину и встречаемся и так я вывезла нужную не длину вот так это получилось и теперь будем закрывать мысок закрывать будем в каждом ряду как я уже говорила давайте буду показывать как это делаем и так первую петлю мы провязываем лицевой и следующие 2 будем закрывать но перед этим нам нужно переодеть петли нужной стеночкой к нам то есть вот так чтобы петля располагалась и провязываем две вместе за заднюю стенку лицевой так будем делать убавки в начале спицы дальше вяжем по узору я здесь остановила сделала перекрещивание и провязала еще один ряд дальше я перекрещивание больше делать не буду буду просто вывязывать по узору теперь как петли стоят так их и буду вязать перекрещивание больше делать не буду так сейчас я довяжу до последних трех петель и также получается третью вторую и третью петлю мы убавим и последнюю просто провяжем лицевой так лицевые на второй спице будет у нас все повторяться вот осталось три петли здесь будем убавлять следующим образом вторую и третью петлю вот эти две мы будем убавлять слева направо вводим спицу и провязываем лицевой вот таким образом и довязываем одну лицевую сделали первые две бабочки разворачиваем вязание и здесь тоже самое также первую петлю мы провязываем дальше 2 меняем стеночки и провязываем за заднюю стенку лицевой довязываем все лицевые петли до последних трех петель сейчас еще раз покажу чтобы было понятно уже и будем делать убавки в каждом ряду вот таким образом пока на спицах у нас не останется 8 петель так сейчас там еще один момент расскажу где у нас изнаночные будут попадаться по узорчику довязала до последних трех петель вот эту вторую и третью также я убавлю слева направо спицу ввожу в две петли и провязываю лицевой и последняя петля лицевая все теперь будем делать убавки постоянно до в каждом ряду когда мы дойдем вот здесь у нас начнут попадаться изнаночные петли будем делать то же самое допустим лицевая изнаночная лицевой переворачиваем нужно стенкой и вместе с изнаночной лицевой за заднюю стенку провязываем и здесь также допустим изнаночная лицевая у нас мы слева направо вводим спицу и две петли вместе провязываем все одинаково ничего тут как бы менять не нужно будет сильно думаю что тут вы разберетесь сейчас делаем убавки закрываем мысок пока не останется у нас 8 петель на спицах и вот что у меня получилось смотрите вот такой мысочек 8 петель осталось всего на спицах и вот видите я больше перекрещивания не делала получилось что как бы вот эти как листики их назвать да просто вот сюда вот закрылись вот так теперь нам я уже обстригла ниточку небольшую сейчас при помощи крючка я ее продену через петли беру кучок ввожу в первую петлю и продеваем ниточку петлю со спицы снимаю и вот так все петли сейчас я продену через все петли точнее ниточку продену и нам останется это все стянуть и запрятать кончик так и и вторая спица все все петельки я через все петельки продела ниточку дальше мы здесь хорошенько подтягиваем вот это место и дальше при помощи крючка ниточку выводим наизнанку до вовнутрь то есть вот так я вожу крючок вот сюда прям моя девочка бежала в серединку поддеваю ниточку и туда ее убираю так сейчас вот так вот здесь хорошенько тоже подтягиваем где-нибудь цепляемся чтобы нам еще лучше закрепить тоже по все подтягиваем чтобы тут у нас не было дырочки и потом просто я где-нибудь вот можно в лицевые петли немножко ее так вот спрятать провести но и также вот эту ниточку тоже которая от наборного края у нас здесь по изнанке по косичке проведу и здесь вот закреплю и обстрелом и все носочек наш готов вот такое немножко пока стянуто его нужно будет обязательно постирать и высушить желательно на блокаторе на форме но если нет то просто аккуратненько его вот так раскладываете после стирки чтобы он принял нужную форму да и сушите все на этом мастер-класс закончен большое спасибо что вязали вместе со мной подписывайтесь на мой канал ставьте лайки еще очень много всего интересного ждет нас впереди всем до новых встреч пока пока